Рабби Мейр Кахане Море Перевел Ефим Майданик В нашем мире есть много религий, есть много верований, предполагающих почитание божества. Люди, от невежды до умудренного опытом и размышляющего независимо, побуждаемые какой-то настоятельной потребностью, приходили к какой-то философской системе или верованию в высшее существо. Что делает нас, евреев, отличными от остальных? Какой аспект иудаизма делает нас уникальными, редкими, отделенными в кавычках? Понятно, что это не молитва. Вряд ли найдется секта, у которой нет своих молитв. Это не может быть и диетический ритуал, ибо число религий, вводящих запреты и регулирующих нормы приема пищи для своих приверженцев, весьма-весьма велико. И дело не в том, что какие-то дни и периоды определяются как праздничные и священные. Не эти аспекты делают иудаизм уникальной, возвышенной и поразительной верой, а он именно таков. Если вы хотите узнать об источнике, из которого наши отцы черпали свою силу, свою веру, свою святость, вы узнаете о нем в процессе изучения Торы. Насколько верны слова наших раввинов, провозгласивших «Талмуд Тора кинегет кулям»? Изучение Торы равно всем остальным законам. Человек произносит благословение перед вкушением еды. На это уходит, быть может, пять секунд, и момент святости завершился. Человек читает послеполуденную молитву. Проходят десять-пятнадцать минут, и общение со Всевышним завершено. Даже ощущение арбоконфот, четырех цицит, прилегающих к телу человека на протяжении всего дня, уходит из сферы осознания. Но пусть этот человек откроет свою геморру. Пусть он погрузится в холодную воду Талмуда. Она засасывает его, обволакивает его, захватывает его сердце, его ум, его сознание, все его существо. Весь внешний мир уходит в небытие. Мелкий глупый мир с его мирскими, приходящими, материальными заботами уходит из поля его зрения. Он ныряет все глубже и глубже. Перед ним простирается мир Равы и Абайя, мир Ров и Кров. Мир тридцати девяти млоход, видов работ, запрещенных в Шаббат. Мир вечного быка, забодавшего вездесущую корову. Мир фантастического царства Агада. Все это охватывает его. Время и настоящее становятся бессмысленными. Человек снова живет в дни Тума и Тахара, Жертв, которые приносили в храме. Он снова страдает с десятью мучениками-равинами, Сражается с Бар-Кохбой в Бейтаре, Оплакивает Иерусалим на месте, где стоял храм. Он очарованный бросается в тосафот, Борется с Марашем, Впадает в отчаяние, натыкаясь на непостижимого Рамбама. День сменяется сумерками, Сумерки переходят в ночь, Снаружи бушует мир в своем безумии, А еврей продолжает учиться. И этому нет конца. Он ныряет все глубже и глубже, Он взмывает все выше, Что ангелы в сравнении с ним сейчас, Что короли и правители, Люди, владеющие богатствами, Не беспокойте его. Он общается со своим Творцом, Он возносится к высотам чистоты, Святости, к души. Он изучает Тору. Поистине это его жизнь и дни его жизни. Верно в этом заключается секрет еврея. Подумайте о различии между тем, Кто исполняет митцву механически, Слепо, несознательно, И тем, кто сознательно изучал Ее происхождение, Последствия ее исполнения, Ее причины, ее тайны, Ее величие, ее глубину, Ее мощь. Подумайте о различии между религией, Приверженцы которой веруют слепо, И теми, чьи глаза открыты, И видят истину ее учений. Нельзя быть совершенным, Не погрузившись в море Торы, Ибо слишком большое число Наших религиозных людей Совершают поступки ошибочные И кощунственные, Потому что их набожность Не сопровождается светом изучения. Постоянно говорить о Торе опасно, Но непрерывно изучать ее Настоятельная необходимость. Ошибки, неправильное понимание, Глупость, все это уходит, Когда воды Торы обмывают наши души. Наше естество очищается От хамства и незрелости, От грубости и низости. Мы поднимаемся на огромную высоту, И наши взгляды на мир И населяющих его людей Меняются. Мы начинаем взбираться На вершины истины и величия. Тора, наш компас, Наш секстант, Она направляет нас В каждом действии в нашей жизни. Чтобы прокладывать свой путь, Человек должен сначала изучить приборы, Определяющие направления. Чтобы действовать согласно Торе, Человек должен изучить эти действия. Еврейский ребенок достигает возраста Начала учебы. Его родители отводят его Нежно, гордо, Не без слез радости, В хедер, В ешиву. Его маленькие уши слышат Первые слова святого языка. Маленький рот Произносит первые звуки Торы. Комец Алиф А Вы улыбаетесь. Вам это кажется мелочью. Послушайте меня. Перед этим А Мельчают империи, Уходят в небытие короли. Из этого звука Произойдут буквы, Из букв слова, А из слов предложения. Из них будут составлены Эссе и диссертации, Объяснения и решения в Торе, А из последних строится жизнь. Ребенок, превратившийся в мужчину, Продолжает учебу. Он обязан продолжать учиться, Иначе он рискует остаться на берегу. Берег – это темнота, Движение ощупью, Мелочность земных дел. Море – это прекрасный океан, Глубин и высот, Близости к Богу, Способности аналитического видения. Тора – это море, Погружайтесь в нее. Тора – это одеяние, Облачитесь в нее. Тора – это новый мир, Откройте ее для себя. Тора – это книга, Изучайте ее.